У большинства рыбаков уже сложился стереотип относительно одежды для рыбалки в прохладную погоду. Это старые свитеры под лёпаной треники, надетые под протёртый камуфляж. Многие просто привыкли к схованности движений и считают, что лучше всё равно ничего не придумают. Но сегодня мы попробуем отойти от этой традиции и посмотрим на одежду для рыбаков от компании Novotour. И проверим, насколько она удобна и практична. Куртка Novotour Spring Fleece, как и большинство флисовых курток, предназначена скорее для промежуточного, утепляющего слоя одежды и обычно поддевается под мембранную куртку. Но при отсутствии сильных осадков и шквального ветра, её с комфортом можно носить и отдельно. Лёгкий и мягкий флис обладает отличными теплоизолирующими свойствами, в полтора-два раза превосходя по этому параметру шерстяные ткани. К тому же он, в отличие от шерсти, не удерживает, а проводит влагу от тела и быстро высыхает. Материал очень приятный на ощупь, как с внутренней, так и с наружней стороны. Куртка на теле сидит просто замечательно, нигде ничего не жмёт и не тянет. Правда, сразу бросается в глаза довольно странный покрой рукавов. При том, что сама куртка неплохо подходит не по размеру, рукава, кажется, пошиты на кого-то другого. Их диаметр почти в три раза больше моих, далеко не маленьких рук, а длина рассчитана на баскетболистов. Думаю, подобный покрой очень понравился бы одному известному мультперсонажу. Возможно, это сделано для дополнительной вентиляции. Правда, непонятно, зачем она нужна для настолько дышащего материала. Но, по большому счёту, эта особенность не отражается на удобстве ношения, особенно в качестве промежуточного слоя. В остальном покрой очень удобный и приятный на вид. Воротник прикрывает подбородок, не душит и в то же время не болтается. Плечевые швы на месте, поясница прикрыта полностью. А по нижнему краю пропущена затяжная резинка. Более тёмные вставки выполняют в основном декоративную функцию. И ни структура, ни плотность не отличаются от остального материала. При этом находится в самых марких частях куртки, на нижних частях рукавов и у входа в боковые карманы. Помимо больших боковых, есть два глубоких внутренних и один нагрудный прорезной карман. Внутреннюю часть которого не мешала бы хоть как-то прикрепить к основному полотну. В комплект куртки можно дополнительно докупить штаны Novotur Spring Fleece. Сшиты они из ткани точно такой же толщины и плотности. И здесь возникает вопрос об их практичности. В качестве промежуточного слоя они толстоваты, а как внешние не годятся для дождливой погоды. И вот почему. А вот присутствие осадков, они очень неплохи. Сидят очень удобно и ни при каких обстоятельствах нигде не жмут и не тянут. Есть два достаточно глубоких кармана. Поясная резинка тугая, но в меру и совсем не мешает. А вот поясного шнурка лично мне не хватает. Но это дело привычки. А если вам нужны штаны именно под мембрану Вейдерса или Заброды, то лучше обратить внимание на Novotur Summer Fleece. От предыдущей модели они отличаются меньшей толщиной материала и его трикотажной текстурой внутреннего слоя. И это вовсе не означает, что теплоизоляция стала намного хуже. Я, честно говоря, большой разницы и не заметил. Также в этой модели отсутствуют карманы, которые по большому счету здесь и не нужны. Зато присутствует стягивающая резинка в районе щиколоток. Значительно облегчающее натягивание верхнего слоя одежды. Из куртки Spring штанов Summer и Spring можно собрать неплохой флисовый костюм, который пригодится во многих ситуациях. Главное не забывай, что данный тип одежды предназначен для согревания, а не для защиты от влаги. А вот в следующий раз мы опробуем всепогодную куртку, сочетающую из себя обе эти функции. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok